Павел пишет, «Наконец, давайте поговорим о самом важном деле». Если не вспомните ничего и сказанного мной, прошу, запомните это. Я оставил это на конец, чтобы в вашей памяти оно засело надолго. И затем он описывает наше духовное вооружение для духовных сражений. Почему для Павла эта тема оказалась настолько важной? При изучении 4 главы Ефесяна мы узнаем, что люди в Ефесской церкви, весьма зрелые церкви, вели себя совсем не как зрелые. Например, в Ефесянам 4 главе говорится, что они огорчали Святого Духа, предоставляли место дьяволу, и он вмешивался в церковные дела. Мы узнаем, что между людьми в церкви бушевали озлобленность, споры, клевета, сплетни. Дьяволу удалось вмешаться в церковную жизнь. И хотя в голове у Ефесян было много важных истин, они разбирались в учении, богословских понятиях, но с практической стороны они терпели поражение. Дьявол оказался внутри церкви. Так что теперь Павел словно пишет, «На данный момент, для каждого из нас, данная тема будет важнее всех остальных, духовные сражения и духовное вооружение, то есть власть над дьяволом». Итак, Павел пишет, «Наконец, братья мои», и продолжает, «Укрепляйтесь Господом и могуществом силы Его». Глагол «укрепляйтесь» — перевод греческого слова «индуо». В греческой литературе данное слово используется по-разному. Нередко оно значит «надевать новую одежду». Например, в послании к Колоссянам мы призваны облечься во Христа. И там то же самое слово «индуо» — «одеться во что-то новое, что-то непривычное для вас». И теперь Павел использует глагол «укрепляйтесь» на греческом «индуо» в смысле «оденьтесь в Божью силу». Наденьте ее на себя, ведь сама она на вас не наденется. От нас требуется решение принять силу от Бога и одеться в эту Божью силу, волевым решением. «Индуо». Проснувшись утром, вы же не говорите «лежащие одежды». «Ну что же одежда? Ты мне нужна, прыгай на меня». Вам нужно взять ее в руки и надеть ее на себя, своими руками. Решили и сделали. С помощью слова «индуо» Павел объясняет, вам нужно принять на себя Божью силу, облечься в нее и оставаться одетыми в эту силу. Более того, этот глагол «индуо», переведенный как «укрепляйтесь», также понимается как «наделять» или «одарять». В Евангелии от Луки 24, главе стих 49, в Луки 24, 49, Иисус сказал ученикам, «Вы же оставайтесь в городе Иерусалиме, доколе не облечетесь силою свыше». Вот то же самое слово, что и «укрепляйтесь» и в греческом «индуо». Само по себе слово «индуо» просто невероятно богатое. Оно состоит из двух частей. Его основа — слово «дунамис». Слово «дунамис» указывало на совокупную мощь армии, или «мощь целой армии». Речь идет о совокупной мощи вооруженных сил. Не перестаю изумляться этому. Это слово чаще всего используется в связи с проповедью Евангелия или с силой Святого Духа. Например, в Римлянам, 1 главе, стихе 16, тот же Павел пишет, «Я не стыжусь благовествования Христова, потому что оно есть сила Божия ко спасению». Здесь слово «сила» — все то же «дунамис». То есть, если вы верите в Евангелие, оно излучает для вас Божью силу. Когда вы верите в Евангелие и принимаете его, вас будто наполняет мощь целой армии. В вашу жизнь приходит полнота Божьего могущества. Далее, в Ефесянам, 6 главе, стих номер 10. Наше слово «дунамис» получает приставку «эн». Получилось не просто «дунамис», а «эндуо». Приставка «эн» означает «быть внутри чего-то», «попасть внутрь». Например, как мы вливаем воду в графин. Эти две части слова «эндуо» указывают на силу, на реальную мощь, ошеломляющую силу, которая должна располагаться внутри чего-то. Получается, это не сила, что существует сама по себе, а сила, место которой, внутри некоего сосуда. И что это за сосуд, внутри которого должна действовать Божья сила? Это мы с вами. Мы сосуды, созданные Богом для того, чтобы принять эту силу. Но поскольку значение этого слова еще и одеваться или надевать одежду, наполниться этой силой можно, только попросив о ней и приняв ее. И если мы попросим ее у Бога и приготовимся принять эту силу верой, то она не просто нас оденет, а наполнит нас до краев. Когда в греческой или римской литературе говорится о наполнении силой, речь идет о преображении, полном преображении. Например, когда обычный человек наделялся силой богов, по греческой или языческой легенде, когда боги наделяли человека своей силой, то же самое слово «эндуо», этот человек преображался полностью, становясь сверхчеловеком. Теперь он мог делать то, на что прежде был не способен. Человек преображался и становился почти сверхчеловеком. Вот что означает наше слово. И Павел это знал. Апостол был специалистом в области языкознания. Павел пишет своим читателям, которым нужно было помочь, читателям, которых одолевал дьявол. Он знал, что им нужно духовное вооружение. Но прежде чем надеть экипировку, им нужно попросить Бога с верой о наполнении силой, дать этой силе наполнить их, облечься в нее. И когда Божья сила облечет их, она их преобразит. Они получат заряд энергии, укрепится их духовная мышечная масса, духовной мышцы, чтобы носить духовное вооружение. Поэтому Павел продолжает «Укрепляйтесь Господом и могуществом силы Его». Слово «могущество» и слово «сила» в греческом, два разных слова, да и в русском они разные. И в чем же разница между могуществом и силой? Слово «могущество» в греческом «кратос». В Новом Завете слово «кратос» указывает на проявленную силу или взрывную силу. Эта сила — не предмет богословских убеждений, не объект умственных изысканий, не плод воображения. Кратос — это сила в действии. Видимая сила, проявленная сила, словно во время взрыва. Эту силу можно увидеть. Эта сила кроется в чудесах и знамениях. Она и производит чудеса. Эта сила воскресения Христа — это вовсе не теория. Если бы вы оказались там в день воскресения, этот взрыв мощи, проявленную силу ощутили бы и вы, увидели бы ее в действии. Это слово «могущество», греческое слово «кратос». Этим словом Павел заявляет, что когда божественная сила наполняет нас, когда мы одеваемся в Божью силу и наполняемся, и она сразу же преобразует нас, делая способными действовать на уровне, сверхъестественных способностей, сверхъестественной силы, мы преображаемся и теперь можем то, чего прежде не могли.